давно не виделись дело в том что мне сейчас довольно сложно не то чтобы снимать видео у меня много материала есть вот но очень сложно его озвучить смонтировать просто потому что озвучивать его это нужно другой комнате там где нет детей потому что у макса лекции идут девчонки хулиганят шумят хотя они полдня в садике вот и мне приходится выходить в салон но салоне на данный момент у меня 4 градуса тепла даже ниже вот поэтому как бы вам объяснить довольно холодно сидеть и монтировать видео при 4 градусах тепла вот у меня даже холодильник сейчас покажу отключен объясняю в чем прикол когда у меня но в салоне вот тут температура опускается ниже 4 градуса у меня холодильник автоматически отключается я потом открываю морозилку достать кусок мяса и обнаружу что половина всего что там есть разморозилась поэтому я его уже вчера полностью отключила это уже нет смысла его включать сейчас перекинула все большую морозилку у меня тут стоит она еще работает у нее больше замораживаемость там ниже температура то она еще пока работает а холодильник у меня автоматически отключается вот так так что это у меня подтверждение того что у нас действительно холодно вот на данный момент на улице сегодня уже то есть у нас несколько дней были морозы было до минус 2 минус 3 сегодня у нас плюс 13 плюс 12 так что я сейчас открываю окна у меня тут немножко проветрилось на улице красота почти весна будем проветривать а что остается на спальне где топим печку с утра у нас восемь градусов начинаем топить весь день топим и к вечеру 12-13 градусов в спальне где я с девчонками сплю там даже если топить весь день стуфу то 68 градусов не больше и сырость такая что мама дорогая там просто лужи просто лужи на полу у меня такая мечта просто отсюда переехать уехать отсюда куда подальше если мой муж считает что эта квартира прекрасная ничего не нужно делать в ней все ушел с мне идеально то пусть тут остаются я устала я больше не могу у меня уже пятая зима здесь если не шестая меня просто слов нет честно а кстати мне очень многие спрашивали по поводу видео про уборку что я мусор не выношу так вот не удивляйтесь у меня так у меня здесь стоит три ведра это ведро на картон это на пластики железо алюминий а это на не сортируемый мусор плюс у меня еще тут стоит отдельно ведро на стекло и отдельное витро на еду на влажный мусор каждый этот мусор каждое это ведро выносится в определенный день поэтому не нужно мне говорить что я не выношу мусор я его выношу но по определенным дням и да у нас выносится три раза в неделю все остальное по разу в неделю выносятся. То есть, я не могу выйти на улицу и просто выбросить какой-то мешок. Мне за это придёт штраф. Потому что здесь все-всех знают, и они знают, кто выбросил и кому принести штраф. Я не хочу платить штраф. Поэтому не нужно мне говорить, что у меня где-то мусор не вынесен и так далее. Я всё делаю правильно. Сейчас буду мыть мой бедный несчастный холодильник, которому оказывается так холодно, что он работать не хочет. Вот так покрылся плесенью уже, что это вообще. Нужно его срочно помыть. Так что он как раз вовремя у меня отключился. Я его мою каждую зиму. Потом тут ещё чистенько было, порядочно по сравнению с такой плесенью, что обычно бывает. Вон там всё чёрное. Просто покрылся плесенью. Потому что сырость такая, что внутри, что снаружи, что ужас. А вот туда натекло что-то красное. И я не могу понять, оно не похоже на мясо, как бы на кровь. Оно больше похоже на малину. Значит, у меня малина протекла. Сейчас буду отмывать это всё. Вот. Частично уже отмыла. Сейчас пойду девчонок забирать. и до мою до конца. Тут дно ещё и морозилка. Вот. Чистенько, красивенько. Супер. И потом ещё полочки все. Потому что грязнющие-грязнющие от плесени. Спасибо за внимание. Подпишитесь на мой канал. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok